Всем привет! Нет, не подумайте, что это видео я записываю сейчас, потому что очухалась и подумала о феврале месяце, а почему бы не написать цели. Такого не было, я их написала месяц назад, но, к сожалению, руки дошли, чтобы заснять это видео только сейчас. Прежде чем рассказать вам о своих целях, я хочу небольшое вступление сделать в маленький рассказик. Но если у вас нет времени или вы просто не хотите слушать небольшую болтовню от меня, то для вашего удобства в описании под этим видео будут тайм-коды, чтобы вы могли сразу перейти к сути дела. Ну а я начну свой рассказ. Какой-то конкретной даты, когда я узнала о том, что есть какие-то цели, что их можно поставить, что это помогает как-то в жизни, я не могу вам назвать, я её не знаю. Наверное, как и многие, я узнала о том, что можно поставить какие-то цели, о том, что это помогает в жизни через ютуб. Ну а через что же ещё мы могли это узнать? Я смотрела также какое-то мотивационное видео, там рассказали про цели. Я, конечно же, воодушевилась, думаю, как и многие, и решила, почему бы не написать. Я составила себе огромный список, у меня было море мотиваций, я была готова работать, мне хотелось, я горела этим. Но в результате, конечно же, всё закончилось провально, как вы могли подумать. Ну, потому что нет опыта в постановке целей. В результате я такими способами достигала одной и двух целей, а бывало, что не достигала ничего, и, конечно же, расстраивалась, получала негативный опыт, и после этого о целях забывала на долгое время. И, конечно же, из-за этого я пришла к тому, что начала смотреть видео об ошибках в постановке целей, выявлять их. И я вам скажу, что я выявила столько ошибок у себя, и даже попыталась их как-то исправить. И сегодняшнее видео, в принципе, посвящено тому, что это моя очередная попытка поставить себе огромный список целей и постараться достигнуть как можно больше, понять, чего мне, может быть, в жизни сейчас не так нужно, что стоит заострить внимание. То есть, тем самым я хочу получить не только какой-то результат от этих целей, но и выявить какие-то новые в себе качества, может быть, какие-то качества с помощью этого прокачать, то есть получить двойную выгоду. Я бы даже сказала, может быть, и тройную, если так получится. Итак, все цели свои я поделила на шесть категорий. Это саморазвитие, здоровье, спорт, учёба, работа, внутренние ощущения и хобби. Начнём с работы. Да, наверное, многие подумали, что это странное понятие, что значит работа для меня. Но работа для меня — это съёмка на YouTube, это ведение Инстаграма, это занимание открыто. Многие даже не знают о том, что я их делаю, но об этом чуть позже. И, кстати говоря, немножко отвлекусь от целей, всё я это вам говорю и запускаю такую точку невозврата того, что сейчас я вам это скажу, и я обязана ради этого работать, делать, то есть нельзя вернуться назад, я должна, и я это сделаю. Вот с таким я сейчас сижу настроем, надеюсь, у меня действительно всё это получится. Итак, называем вам списочек этих целей шести в работе. Итак, вот у меня, кстати, все цели здесь вот прописаны. Красивенько. Единственное, мне нравится, как я здесь наклеила свою ленту. Скорее всего, я просто отрежу вот так по контуру, чтобы не было этого видео. По работе у меня шесть целей, ещё раз повторюсь. 150 подписчиков в Инстаграме. На моём первом аккаунте, у меня, кстати говоря, два, значит, 100 подписчиков на Ютубе. Такая заоблачная, возможно, цель, но если я буду хорошо снимать ролики, то, в принципе, всё реализуемо. 50 подписчиков на моём втором аккаунте. Там, в принципе, подписчики хорошо приходят. Стоит только мне выкладывать часто посты, 30 открыток за год сделать и заработать 1000 рублей на открытках. Все эти цели, я уже немножко об этом сказала, они для меня на год. То есть за этот год я постараюсь их реализовать. Перейдём к следующей категории, это учёба. Здесь у меня всего три цели. Это получить все пятёрки в итоговых отметках, в оценках за 10 класс. Сейчас я понимаю, что, возможно, это не совсем реально, потому что действительно сложно учиться. Но цель поставлена, я буду пытаться делать всё, что могу, работать, а там уж как получится. Сдать итоговое сочинение на максимум. Как вы, наверное, знаете, в 11 классе есть итоговое сочинение, которое вас допускает до основных экзаменов по русскому языку, ну и, в принципе, по всем предметам. И вот нам стали про них рассказывать, мы уже немного готовимся к такому формату. И мне очень хочется сдать действительно на максимум. Я не могу сказать точно, будет там так же 5 из 5, как в этом году, может быть, что-то другое будет. Но сейчас у меня стоит передо мной цель, чтобы написать его так, чтобы оно меня радовало, радовало других людей. И чтобы потом, возможно, это принесло мне какие-то баллы. Говорят, что оно иногда помогает это сочинение. Ну и третья моя цель – это закончить с тремя четвёрками первый триместр в 11 классе. Вообще, я не знаю, как это действительно возможно, невозможно. Мне кажется, будет невероятно сложно. Но я думаю, что, в принципе, всё реализуемо. Если я расставлю приоритеты, научусь это делать. Если я действительно постараюсь, я думаю, что, в принципе, всё возможно. Могу сказать, что цели по учёбе, они немного заоблачны. И сейчас далеки от меня на данный момент, потому что мне трудно загадывать, что будет в 11 классе, когда я ещё не закончила 10, когда я ещё не знаю, как закончится мой второй триместр. Итак, самое развитие. Здесь у меня вообще, как математика, включайся в голову, 8 целей. Но от одной я уже отказалась. Я поняла, что она для меня не актуальна, мне она неинтересна, мне не хочется тратить на неё время. Поэтому я, наверное, её вообще вычеркну. Первая моя цель — это прочитать 20 книг. В прошлом году я прочитала где-то 15 или 16 книг. Вообще не ожидала, что будет так много, потому что... Ну, вы сами, наверное, помните, у меня был экзамен, у меня был угрей. Я в чтении года постоянно готовилась. Мне плюс, и нужно было читать и основную литературу по школе, хотя, по-моему, летом тогда очень много книг тоже прочитала. И в основном у меня были все книги объёмные, поэтому я не ждала такого количества. Ну, и я подумала, а почему бы в этом году не попытаться прочитать 20 книг? У меня, тем более, нет сейчас экзамена в конце, хотя у меня есть другие моменты, которые тоже здесь осложняют немножко учёбу в 10 классе. Но, в принципе, я подумала, что если брать из школьной литературы то, что я сама читаю, то 20 книг должно получиться. Вторая моя цель — это прослушать 10 аудиокниг. Если бы мне сказали в прошлом году, что я поставлю на 2022 год такую цель, то как? Я же далека от этого, мне это не близко. А потом, ещё, получается, в конце 2021 года, я понимала, что я не дочитаю книгу «Магия утра» сама, потому что мне всё время не могу найти на это время. Всегда есть другая книга в печатном формате, и я всегда дам предпочтение печатному формату, нежели электронному. Поэтому я подумала, я очень хочу узнать, чем книга закончится, что она ещё может мне дать, и поэтому я решила, почему бы не прослушать аудио в формат. И вы не представляете, как мне понравилось. Я так же прониклась, как бы её читала сама. А тут ещё и диктор с таким приятным голосом был. И я подумала, что да, я смогу вполне. И забегая немножечко вперёд, могу сказать, что я уже слушала одну аудиокнигу. Итак, следующая моя цель — это создать плейлисты. Это вообще для меня отдельная такая цель, важная, невероятно, потому что я постоянно стараюсь что-то слушать. В данный момент что-то мне приносило пользу. Я постоянно слушаю музыку, я кайфую от этого. Но каждый раз сталкиваюсь с тем, что я не знаю, что послушать. Мне приходится каждые пять минут переключать песни. Мне это не нравится, так неудобно. Хочу послушать что-то мотивационное. Я знаю, какие видео я слушаю, но они нет в близкой мне доступности. И каждый раз приходится забивать каналы из качества. То я решила, что в этом году хочу создать себе вот эти вот плейлисты, чтобы нажал на него, и не трогая телефон, оно пролистывалось как-то нужным, непорядки. Мне было удобно. Итого у меня получилось, я хочу создать пять плейлистов. Это уборка для души, радость, может быть, погрустить, я пока ещё не решила точно. И для того, чтобы пылесосить. Это вообще отдельная, на самом деле, ниша, отдельный плейлист для этого я должна создать. Но посмотрим. И следующее будет мотивационное видео, какие-то спортивные, возможно, я оставлю какие-нибудь тренировки. Но пока по поводу этого большой-большой вопрос. Так, следующая цель – это научиться правильно отдыхать. Знаете, я никогда не задумывалась о том, что можно отдыхать правильно и неправильно. Для меня это вообще странное такое понятие, это вообще что. Но, знаете, когда у меня были экзамены, я действительно столкнулась с тем, что я настолько уставала, настолько не хватало сил ни на что. Мне просто было тяжело спать, я чувствовала постоянно нагрузку. Мне было так тяжело, хотелось от этого всего сбежать. И я просто понимала, что всё это из-за того, что я не умею правильно отдыхать. Даже не дело в том, что я не умею правильно расставлять приоритеты, а просто правильно отдыхать. Мы, как обычно, все отдыхаем. Мы сидим, залипаем в телефончик, смотрим видео какие-то, сериалы. И тем самым мы всегда думали, что это отдых, что мы отдыхаем, расслабляемся. Но на самом деле мы вообще не расслабляемся. Мы ещё больше напрягаемся. И я заметила по себе, что это действительно так. Если я смотрю какой-то фильм, я проникаюсь в него полностью, я сижу за каждым словом, героем, действиями. И для меня это уже не отдых, это для меня огромная работа мозга, моих чувств. И получается так, что отдыха-то нет. Но я узнала о том, что отдых может быть выглядеть так. То есть ты просто лежишь на диване, ничего при этом не делая, ничего не слушая, ничего не говоря. Просто лежишь и ничего не делаешь. И вы знаете, я пробовала уже так делать, минут 10 я так лежала. Это такое расслабление. И действительно отдыхаешь. Это такой кайф. И иногда я это практиковала, но сейчас я опять на это немножко забила, подзабросила. Надо к этому вернуться. Следующая цель – это выработать новые привычки. Я не знаю, насколько получится это сделать, потому что, прочитав о них, я поняла, что нужно много для этого сделать. Это не результат одной недели, это более месяца, чтобы привычка закрепилась и вот была наравне с тем, чтобы каждый, допустим, день почистить эти зубы. Вне зависимости от обстоятельств, как вы себя чувствуете, вы всегда пойдете и почистите зубы. Вот я хочу от одной до трех привычек сделать за этот год так же, вот наравне с чисткой зубов, приравнять свою жизнь. И следующая категория – это хобби. Здесь вообще полностью вся моя душа, но я вообще думала, что здесь будет два листа А4, но нет, здесь всего лишь шесть целей. Первая цель – это 100% выполнимая. Могу даже сразу две таких назвать. Это сделать календарь на 2022 год. Я его уже сделала, вот он, в принципе, на моем столе уже здесь стоит. И сделать подарки своими руками на все праздники. Это я буду делать по-любому. Это, наверное, как привычка уже. Что без этого праздник, чтобы я на праздник не сделала какую-то поделку своими руками, ну, это практически невозможно. Это уже что-то за гранью. Это не про меня. Следующая цель – это вышивать крестиком. Хочу гущить 35% своей вышивки. Я ее показывала в Инстаграме. Не забудьте подписаться на мой Инстаграм, на мой первый Инстаграм Дельфи Лены, и на мой второй Инстаграм Лена Карц. Я вас там жду. Здесь я практически каждый день рассказываю о своей жизни. Вы узнаете все первыми. И об этом видео вы узнаете тоже первые в моем Инстаграме. А во втором вы можете увидеть мое творчество, мои открытки, все свежие мои поделки. Честно, не знаю, насколько получится реализовать это, потому что последний раз я вышивала в августе месяце, а потом на январьских праздниках. И все. Потому что я всегда нахожу более важные вещи, более нужное хобби в данный момент. Я понимаю, что это хобби можно отложить, с ним ничего не будет, оно подождет. Следующие – это мои две покупки. Хочу купить себе блестящий маркер и набор блестящих ручек. Если с набором блестящих ручек я уже сталкивалась, покупала не один раз, разные наборы, разные фирмы, я уже примерно понимаю, что мне нужно. Просто сейчас мне жалко на это потратить деньги. А с маркерами я вообще не знаю, никакой опыт. Поэтому хочу попробовать купить, потому что хочется как-то разнообразить свои рисунки, может быть, в открытке что-то новое добавлять. Цель – это сделать семь новых закладок. Я знаю, насколько я кайфую от того, какие закладки сама делаю. До сих пор им пользуюсь, которые сделала полтора года назад, год назад. Мне так это нравится. И я подумала, что если я не запишу это в цели, то я опять про это забуду и оставлю на потом, когда-нибудь. Но если я хочу сейчас, почему бы это и не сделать? Следующая категория – это здоровье и спорт. Здесь у меня всего четыре привычки, но одну из них я разделила ещё на подпункты, как сделала в саморазвитии. Первое – это делать зарядку для глаз утром и вечером. Вообще проблемы с глазами есть, и, наверное, о ней я рассказывать сейчас не буду. Но хочу сказать, что слышала о том, что очень полезно делать вообще такую зарядку для глаз всем, что это снимает напряжение глаз и улучшает их состояние, а некоторым даже повышалось зрение от того, что они это выполняли. Сейчас я почему-то не могу заставить себя и начать это делать. Не знаю, с чем это связано, но очень хочу, чтобы в этом году действительно я этим занималась и практиковала это. Потому что это важно для меня, в первую очередь, для моего здоровья. И глаза – это наше всё. Так, следующее – это наладить питание. Здесь я как раз-таки разделила эту цель на четыре водных таких вот подцели. Первое – это чтобы питание было три раза в день. Ну, не хочу больше, чтобы вот был завтрак, обед и ужин. Чётко всё и ничего лишнего. Водный баланс, чтобы пить достаточное количество воды, чтобы каждый день хотя бы по стакану я выпивала. Думаю, что всё улучшится, если водный баланс будет в норме. Здоровые перекусы и есть меньше сладкого. Здоровые перекусы я имею в плане того, чтобы не есть, допустим, после каждого приёма пищи какую-то шоколадку, а пойти через час-полтора съесть какой-нибудь банан, яблоко или сушёный финик. То есть какие-то более здоровые перекусы, нежели были раньше. И есть меньше сладкого – это вообще, наверное, нереализуемо, потому что сладости я есть хочу, я хочу их готовить. Мне это вкусно, мне всё это нравится, и боюсь, что, наверное, вообще не получится реализовать этот подпункт. Но я буду стараться, я обещаю. Следующая категория последняя – это внутренние ощущения. Вообще не знала о том, что я буду про это писать, но я решилась, да, я хочу попробовать с этим поработать, но это точно будет непросто. Здесь у меня пять целей. Большая часть степени – это будет исходить из письма, которого я уже написала. Я о нём рассказывала в Инстаграме. Если вам интересно, то я могу даже снять отдельное видео по поводу письма, откуда я его взяла, что вообще это даёт и вообще зачем это надо. В общем, из письма, которые я ещё не проанализировала, точнее писем, я хочу выписать свои недостатки и достатки. И проработать их в течение года. Хотя бы выделить, допустим, два недостатка и два достатка, и с ними работать в течение года и улучшать их. Здесь также у меня проработать уже известную мне обидчивость, мой недостаток. Не знаю, как у меня это получится сделать. Я думаю, что здесь тоже нужно прочитать какую-то книгу по поводу этого, чтобы понять, из-за чего это происходит. Потому что вот так вот просто взять как-то, взять проработать какой-то недостаток. Ну вот знаю я, что да, я обидчива. Как мне с этим работать? Я буду повторять одно и то же, потому что иначе я не умею. Поэтому нужно как-то углубляться в эти моменты, чтобы как-то с ними работать. Ну и последняя цель. Хочу вообще всем её пожелать, чтобы все её загадали в этом году, чтобы все её реализовали. Это радоваться мелочам. Я уже работала с ней. Я постоянно стараюсь чему-то радоваться, быть на позитиве, чтобы жизнь казалась лучше. Если так посмотреть, то всё вокруг замечательно. Напишите, пожалуйста, какая из целей, может быть, больше всего вас удивила или просто понравилась, и вы бы хотели её тоже повторить. Конечно же, поделитесь своим списком целей на 2022 год. Мне будет очень интересно почитать. Ну а на этом всё. Я очень рада, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте про лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик. Ну а я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok